спасибо большое понятно сразу вопрос НЦА понятно, что это такое но это официально вообще? Математический центр в Академградке да, это официальное название нашего консорциума есть две организации он при... сейчас я... если можно, да я все про математический центр расскажу как раз с этого начну можно сделать? да, это можно во-первых, спасибо большое очень приятное приглашение было выступить в войне приятно тем, что это вот получается тут совсем предновогоднее и можно подвести некоторые итоги того, что мы на последний год делали и на самом деле математический центр уже существует он с 20-го года и у нас вот сейчас в конце 23-го года заканчивается в один из больших этапов так что тут введение в итоге совсем получается хорошее спасибо вам за такую возможность ну и вот Денис уже начал говорить да, сначала он меня в этом-то представил как начальник отдела по связи с индустриальными партнерами вообще технический должностный у меня заместитель директора математического центра и ММФ МГУ но это все такие штуки я себе позволю такую шалость я добавил вот недавно выступал перед школьниками и один слайд оттуда взял с той презентацией вот как я рассказываю что, чем я вообще занимаюсь и вот если есть представители индустрии которые требуют вот нам нужна прибыль новое производство там деньги то математикам обычно отвечает ну для школьников так рассказывают синус есть посинус производная так вот мне мою должность нравится представься как некоторого переводчика когда мы представителем индустрии и математикам рассказывают что они друг другу хотят и вот чем они занимаются поэтому если хотите я вот переводчик к математическому центру с индустриальным математическим теперь про математический центр в академии я кстати немножко сразу в карьеру у меня презентация может быть на полчасика несколько примеров раскидает проектов если надо будет я потом просто подробнее про любой из них можно поговорить и обсудить как это все работало раз у нас методологический семинар давайте методологически обсуждать что происходит итак математический центр в городке это как бы создана на базе двух организаций одна из них институт математики вторая Новосибирский госуниверситет конкретный механики фактический факультет здесь я выставил то что у нас написано на сайте в нашей цели у центра развития кадров потенциала в сибирском макорегионе интеграция российских математических исследований мировую науку и так далее и некоторые такие задачи которые я конечно сегодня буду больше всего говорить про построение системы взаимодействия с индустрией и вытекающих методом формирования кадров резервы и поддержку развития молодых лидеров технически мы как бы два гранта один грант в институте математики находится второй университет такой организации просто нет а юридически нет это временный коллектив нет это скорее не как временный коллектив мы как бы отдельное подразделение есть в университете институте сформированы они как бы существуют то есть например университете мы называемся МНЦ Международный математический центр директор Мавчук но если смотреть так ну это гранты мы там раз в год получаем определенное финансирование выполняем определенные условия базового нет базового это что такое? лиджайд лиджайд ну нет только мы получаем наш погранник чтобы более менее в формальную часть перейти потому что чем мы занимаемся у нас есть 4 направления деятельности 10 больших ну первое это вот фундаментальные исследования потом мы еще обсудим что такое фундаментальные исследования в том смысле что выход там научный результат статья если как вот у вас есть 10 действующих проектов как раз сейчас они заканчивают свою работу у нас 10 января конкурс мы будем уже смотреть какие заявки пройдут нет на 24-й год 22 заявки у нас сейчас висит был у нас там конкурс плюс доков про них тоже чуть-чуть отдельно скажу и разного рода короткие визиты это когда-либо с курсом лекции приезжают кто-нибудь либо поработать на некоторое время приезжают исследователи приставки регионов есть у нас большая работа по образованию мы там разрабатываем новую программу как бухгалоприятия в министратуре онлайн курсом мы занимаемся проводим образовательные мероприятия со школьниками чуть подробнее еще скажу есть конечно организация мероприятий больше 30 мероприятий мы проводим отдельно хочу отметить большую мастерскую она важна с точки зрения как организации вообще то есть образовательные получения новых ребят ну так и с точки зрения прикладных исследований и с этой стороны про нее еще говорю ну если вот те самые прикладные исследования которые я отвечаю здесь сразу говоришь в том что у нас консорциум организации я в университете этим занимаюсь вообще у меня есть брат близнец в институте онлайн который этим занимается я в целом проекты общие будут говорить но у нас есть какие-то чуть-чуть разные подходы если что я рассказываю про университет основное наше это работа с индустрием партнерами и если вы заметили в названии у меня была работа с заказными исследованиями здесь я пишу предплатные и вот про это мы тоже чуть-чуть позже поговорим разница есть где-то ну где-то да у нас получается в среднем в год 25 миллионов приручении вне бюджета мы перекрываемся нам нужно каждый год 16 миллионов вне бюджета получать это обязательное требование у нас по графике не буду говорить что всех перечислять это те 10 проектов которые у нас сейчас существовали это примерно те направления исследования которые мы сейчас в фундаментальном плане у нас работали наверное проще сказать что это как бы коллективы как бы не в основном мне кажется сейчас все в этом году которые заканчиваются это коллективы из института математики и более-менее представлены это почти все таки большие направления института математики которые грубыми мазками на математику мы вот про образование если конкретнее вот у нас есть три новых программы которые прямо на математике появились это две бакалавриата ну и никакой вы сейчас про них так или иначе знаете это инженерная школа и прикладной искусственный интеллект и прикладной инженеринг и исследовательская группа фундаментальной математики и вот новая администратура первый год действует по прикладному машинному обучению большие данные и на самом деле я надеюсь в сентябре мы запустим еще одну которая тоже машинное обучение но уже такое со стороны механики туда куча онлайн-курсов разработали вот мне больше всего нравится курс по вероятности и статистике вы же знаете сейчас в школы добавили всем ну школьникам начиная 6 класса мы с теорией вероятности да и эта теория вероятность ну прям непростая задача как для учителей так и для школьников и особенно для родителей и вот мы сделали такой курс который очень простой чтобы как бы смогли погрузиться все теории вероятности как-то более-менее просто ну вот здесь вот мы про школьников образовательные проекты школы сайта оборцентра можно идти там по ссылкам честно я не знаю какой программ ну сейчас он только-только готов его год записали я даже не уверен что он уже ну лежит где-то на сайте его год новость на google была что его подготовили может там неделю назад ну то есть как бы прям вот совсем ну я же вот по теории вероятности вопрос про онлайн у вас есть как вы записываете вот все эти курсы которые здесь указаны мы вместе с пресс-службой ну и без службы вот эти видео-отделы видео-производственного мы делаем там все прямо на очень хорошем уровне то есть на отдельной платформе нет платформа для которой выкладываются честно не знаю куда сейчас это все выкладывается сходу не скажу но если надо посмотрю и скажу потом куда конкретно сейчас они выкладываются потому что самый первый курс который мы выкладывали он был еще на курсе и ну вот который в ней на алгебра но сейчас туда я точно не знаю куда это все выкладывается какая сейчас основная платформа посещает тяжеловато и опять я тут большая математическая мастерская она вот в эти если не магнус опус математического центра ну уж точно на то и самое важнейшее мероприятие все наши вот эти это мероприятия она связывает образование науку фундаментальную и прикладные исследования я про нее время от времени буду говорить еще раз про программу которая новая запускается есть магистратура у нас и не бывает да да как позиционировать новую магистратуру когда когда и так уже думать ой ну ну то есть если вот предмотой машинное обучение большие данные там очень успешно получилось то что мы с яндексом и сделали и с яндексом там набор был такой пополам часть поступила то есть как бы это на самом деле две магистратуры скрытые под одной одна магистратура чисто университетская вторая совместно с шаром и те кто ребята смогли сдать оба экзамена и в шар и и нашу магистратуру они поступили туда и учатся одновременно а есть те которые вот ну только на нашей магистратуре получается и туда набор нормальный был там яндекс там все такое собрали со всех вот следующие цифровые двойники механика я не знаю как с набором надеюсь что все будет хорошо но как бы она тоже такая вроде и привлекательная с одной стороны и с одной стороны и с одной стороны менее привлекательной чем это даже по названию там механика слов появляется там будет как бы статистик там есть индустриальные партнеры тоже ну просто не яндекс там как бы очень надеемся что там в итоге появится обсадом индустриальный партнер но из наших вот там есть там всякие инженеринговые компании академатом точно уже заинтересованы они туда как хотят войти и технопарк там сильно участвует но надеемся что будет кто-то еще подальше побольше так это прообразование вот мероприятие вот я говорил сейчас у нас там например вот все эти замечательные ребята и половина имен которых я даже произнести не смогу вот они к нам собираются приехать это вот одно из наших что мы хотим чтобы прямо прямо иностранцы в Воздоке приезжали и каждый из групп обязательно должен работать кто-то из иностранных Воздок вот в этом мероприятии а как распространять информацию обычно ну как тут довольно просто все получается в каждой группе должен быть один Воздок иностранный который никак не завязан с университетом ранее ну то есть как бы группа сама как бы этим занимается прекрасно все равно есть знакомые знакомых которых Воздок появляется да вот мы проводим около 30 разного уровня конференций и мероприятий это вот я уже говорил это там от мини курсов каких-то там на одну-две недели один человек читает какие-то специальные курсы ну до крупных мероприятий то есть если будет желание организовать воршоп какой-нибудь может к вам обратиться да мы как раз с Денисом перед этим начинали обсуждать у нас есть два подхода к помощи проведения конференций один из них когда мы небольшую помощь оказываем условно-безусловно то есть есть небольшие деньги до 200 тысяч допустим на организацию и мы готовы поставить это относительно автоматический процесс мы поможем мы можем помочь с билетами с оплатой проживания и организации кофе-брейков может быть местом если конференция небольшая и есть покрупнее те должны в конкурсе пройти участие там есть какая-то конкурсная комиссия которая решает эти деньги вы можете заявить да да там насколько комиссия решит вообще ну то есть на моей памяти он больше миллиона никогда не было ну это потому что все остальные конференции там около 30 штук а у нас не такие чтобы у нас 30 конференций не 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 а А, то есть это именно в рамках вот этого взаимодействия? Да, этого же отечественного центра, да. Мат-центр, по-моему, немножко как у нас, я точно не знаю. Ну там, там организация кафедриков, опять же, по-моему, была для этого всего. То есть нет, вот такие какие-то, именно технические сопровождения, или школы, но это у меня. Но это было бы отключаться, как в средней школе. Нет, ну, как, например, номер, номер, номер этого, да. Там буквально какие-то мелочи вот, а их тоже, собственно, в кармане, вот приезд двух, например, мастеров. Да, да. Важно, как сейчас, когда она по-моему, приезд, проживание, ответственность. И, ну, опять, большая мастерская мастерская. Да, так как у меня отдельный слайд будет, я все время здесь просто упоминаю. А что это за фестиваль, это математика? Фестиваль, это математика, тоже не очень мне нравится. Проект такой, студенты у нас организовали. В какой-то момент они решили, ну, хочется сделать что-нибудь, знаете, чтобы публиковать математику. Пару студентов, значит, причем, если вот здесь, вот, в Академгородке, ну, как бы, с этим проблем нет. Тут, как бы, куда-нибудь вниз обязательно сегодня будет. Там школа какая-нибудь поддержит математическое, еще что-нибудь. Ну, то есть, вот, а в центре, многие даже про университеты не знают, и то, что про Микмат. То есть, если куда-то выехать, то они знают, что есть что-то такое университет, есть что-то страшное под названием, может быть, Микмат, как туда поступать, что там делается, как вообще происходит, ничего не знают. И они начали с организации, вот еще, в 20-м году они первые начали организовывать, это где-то в городе, они там нашли, вот там договорились, какой-то там, будет спейс, и проверили. И там он рассчитывал где-то, вот, вы знаете, там, от 5-го класса до 11-го, вот таких детей. И там вот все подряд, там, от сбора, от сбора разных магматических пазлов, каких-то головоломок логических, до, вот, лекций. Я вот выступал в 21-м году, например, там рассказывал какие-то наши прикладные проекты, более-менее простые языки. И вот, вот, собираются они, вот в этом году мы в Тюмени провели, первый раз такую выездную, такое тоже мероприятие организовано чисто студентами, в принципе, наверное, можно через городской отделение точки пекения проводить, там, по-моему, есть, как бы, проще листарство получить, там есть вот отдельные центры, которые можно напрямую поговорить, провести, проводили, как же он, балкон называется, открыли по стану, без проблем, приехали, сделали. Ну, а теперь вот про прикладные исследования. Начну. Я вот здесь вот написал вот эти вот три столбца, это, как бы, примерно задачи, с которыми мы уже сталкивались, то, что мы делали, это, поэтому я могу включить условных компетенций, с которыми мы занимаемся. А так вот, если, ну, опять, что в рамках взаимодействия у нас есть, как бы, два подхода. Первый, я в качестве примера здесь написал, лабораторию прикладных цифровых технологий, это отдельная наша лаборатория в моцентре, которая способ финансирования другой. Если все остальные группы получают базовое финансирование и должны выполнить набор, там, статей, которые, ну, там, набор статей, набор конференций, привезти столько-то, там, постдоков или аспирантов, то у этих ребят у них не бюджет. Мы с ними так договорились изначально, мы их не, как бы, мы не финансируем их ежегодно, мы дали им стартовый какой-то бонус, чтобы они смогли закупиться, там, людей первых нанять. А дальше они, вот, полностью на само обеспечение выходят. Их основная цель – это вот решение индустриальных задач. И их подход в том, что они развивают одну конкретную, например, прикладную цифровую технологию, они в машинное обучение развиваются. Они, вот, врастают разными новыми людьми, именно конкретно занимаясь машинным обучением, начали они с решения дефекционного управления машинным обучением. А сейчас уже все подряд. И распознание текстов, речи, и, как, начинают себе. Например, лаборатория, ой, мегистратория, про которую я говорил, она тоже вокруг них образовалась. Цифровые двойники сейчас тоже вокруг них. Решение индустриального управления, какие-то там слишком много параметрические системы. На ЯС-токс они решают, да. Ну, то есть, на ЯС-токс очистенными методами решается, ну, как бы, решается, ну, достаточно долго. Я про это тоже буду говорить, если что, где слайд будет, там, про один из результатов, я что-то забегаю. И второй подход. Себя? Простя. Второй подход, он следующий. Мы, как бы, создаем временные трудовые коллективы для решения конкретных задач. Похоже на гранты, смысл в том, что мы каждый раз команду новую собираем, она всегда содержит новых каких-то студентов, новых аспирантов, и очень разные компетенции по математическим знаниям нам нужны. И про конкретные эти примеры я тоже буду говорить, но вот разница именно в подходе. Первые ребята, они развиваются в одном конкретном направлении, работают по решению конкретных задач, которые к нам приходят, и вот мы, как бы, ну, тут очень сложно сказать, кто такие мы, потому что каждый раз коллектив, там, я и люди, которых мы ищем временного для того, чтобы это что-то работает. Некоторые наши партнеры, я не знаю, мне кажется, любой человек, который сейчас в Новосибирске или даже в крупном любом научном центре, когда рассказывают, обязательно у него партнеры ходят техкомпании по АВЭ, если ты называешь индустриальных партнеров. Ну вот у нас есть Русатом, Минпромторг еще, и про эти примеры я расскажу. Самокат и Буш есть, кстати, слайд я про него не сделал, но тоже могу сказать, был забавный, вот очень интересный в которых самокат и Буш по построению маршрутов. Четвертый лагайки. Силовые машины. Ну, это только набор примеров, я буду рассказывать еще раз, кем мы работаем дальше. А вот теперь про термины. Я выбрал заказные, а потом пришел прикладные. Вчера в Теласовском словаре скопировал, что такое фоналитальное исследование, что такое прикладное исследование. У нас просто с коллегами в математическом центре про это спор всегда есть, но не всегда. Есть точка зрения, что прикладными исследованиями надо вызывать те исследования, которые действительно прикладываются. Но поди разберись, что такое действительно прикладывается, и поди разберись, где заканчивается фундаментальная наука, где начинается прикладная, если те и другие, например, статьи опубликовают в конце. Вроде как, ну, вы совершили какое-то новое научное знание, получили. Поэтому я всегда для себя, ну, мне удобнее выделять заказные исследования. Те исследования, когда конкретно внешний заказчик пришел, заказал какую-то работу, можно использовать термин неокр, но неокр очень плохо действует на бизнес-партнеров, когда им рассказываешь. То есть, когда ты приходишь и говоришь, вот мы, знаете, делаем неокрые, они как бы сразу теряют. А заказные исследования нормальные, заказные исследования делают аналитические службы, маркетинговые исследования, они все называются заказными исследованиями, мы как бы тут вот тоже оказываемся с ними в одном какое-то поле. Поэтому, да, заказные исследования. И вот, я уже говорил, есть у нас два подхода к решению, и про эти уже два подхода у нас на самом деле можно и заказчика всех разделить. Можно взять, есть у заказчика, у которых есть свои собственные крупные радицентры, и на самом деле математики или там любые другие исследования нужны, а они нужны конкретно для того, чтобы, ну у нас есть задача, у нас нет этой компетенции, решайте. Они могут сформулировать конкретную задачу, сформулировать сроки, и как бы там не нужен вот этот вот тот самый перевод, про который я говорил в начале. Есть остальные, их очень много, если говорить, ну даже, то есть, из-за их финансирования, это где-то 50-50. То есть, даже крупные компании, у которых есть, есть крупные компании, у которых просто нет рынковый центра, например, Министерство промышленности и торговли, ну потому что там большое, там где-то может есть, мы с ними и столкнулись, и у них вот всегда, знаете, проблемность, потребность или что-то такое. И там требуется обычно целая серия встреч для того, чтобы хотели определиться, а что вообще с математикой это надо делать, какая там математика будет, что-то туда дальше делать, какая команда понадобится. Ну и здесь вот мы же с вами, позвольте меня тянуть для того, чтобы рассказать примерно, как мы это все, получается, откуда у нас эти исследования получаются. Здесь я поставил источники. Ну, крупные рынки центра там, на самом деле, оставляю, вот даже написал, это когда-нибудь прямо сами к тебе приходят, говорят, у нас есть задача, решайте. Это нормально, вот клубы так часто делают, они уже знают, кто есть, там, здесь вот на поле и уже знают, кому обращаться. У нас есть задачи и деньги. Ну, нет, да, да, да. Согласен, да, ну я, 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 вот, другие-то задачи тут не говорю, я вот, да, сегодня проник. Есть открытые конкурсы, я немножко даже расскажу про, как бы пробовали зайти на конкурсы РЖД. Есть какие-то вот, ну, совместные семинары, которые работают, когда есть люди, которые понимают с двух концов, то есть есть ученые здесь, есть ученые там, которые могут поговорить. Ну, есть какие-то крупные мероприятия, типа, не знаю, там, вот, как раз, вот, ученых, недавно был бы, или вот у нас, который проходит технопром, и вот, вот, все вот эти мероприятия, там ты ходишь, как раз, думал, визит показываешь. Я раньше бумажную раздавал, сейчас на телефоне уже сделал, потому что это не работает, просто на телефоне QR-код всем показывают, потому что, ну, невозможно столько визит таскать с собой постоянно. Ну, и есть вот все остальные, еще раз поговорим, здесь вот очень хорошо работает, я вот уже несколько раз про местерство промышленности говорил, оно вот с Орфаном радио нашлось, чтобы было понятно, что это не из каких-то крупных, есть люди, которые знают какие-то министерства, эти люди знают нас, они говорят, вот, кажется, у вас похожи проекты, вот так это работает. Это удивительно для меня, что вот, ну, даже какие-то большие, крупные проекты, они все равно приходят к таким методам. Ну, а вот этот пример того, что мы сделали где-то там в районе этого года, впрочем. Вот, например, то самое решение дефициального порогнения, решение на объезд токса, пока двумерного, основанное на методах машинного обучения. Я, наверное, сейчас по примеру пройдусь, если будет интересно, чуть подробнее, у меня про некоторые проекты только чуть поподробнее могу сказать про лекторы, могу прям вообще, ну, да винтик разбирать, ну, про этот вот чуть-чуть могу подробнее рассказать, но это как раз результат лаборатории Руслану Жаннова. Ну, вот, там, из интересного то, что, значит, круто, Логос, он же сейчас, ну, как бы, вы, наверное, знаете, вот раньше Нацист был очень, как бы, основным методом совершения численного решения математических задач инженерного плана, а сейчас, как бы, он закрывается для нас, и, ну, надо куда-то переходить, и вот, как бы, Логос активно продвигают. И вот, как бы, очень здорово, что наш модуль попал в Логос. Это как реклама для нас, по крайней мере, будет очень классно. Ну, и вообще решение, что мы там с Русатом поработали. Но это вот конкретно примерка задачи, когда Русатом уже знал, кому обратиться, у них была конкретная задача, они говорят, вот, мы видели ваши статьи, вы решаете дифференциальное уравнение машины, машинолучение, вы решите, ну, и так вот. Ну, вот еще возьмем тоже такой же пример. Русатом, это как раз техкомпания Huawei, хотят собственные значения искать, ну, себя быстрее на своих процессорах. Не используют ни какое-то общее программное обеспечение типа ARPACа, а хотят использовать собственные на себя. Вот тоже обратились к конкретным ребятам с разработкой. И это проект еще, ну, как бы он в процессе, поэтому тут все вот это ожидается. Не могу их ожидать. В процессе ожидается. Заходили точно через ПЦТ, но вообще, по-моему, там еще и институтский кто-то есть. Надо уточнить, сколько люди возьмут. Точно есть из института математики, ребята, кто, ну, с собственными значениями помогает. Вот, то самое про Министерство промышленности и торговли, которое говорил. Задача следующая. Министерство промышленности и торговли, как любой из крупных министерств таких, каждый год обязано Министерству образования и науки сообщить, сколько по их специальности в каждом регионе им нужно человеку. Сколько бюджетных мест нужно открыть. Контрольные цифры приема, как можно сообщить. Есть точнее. И есть такая государственная информационная система промышленности. Ну, это как бы такой электронный портал, который Министерство промышленности позволяет какие-то сервисы разные делать. Узнать статистику по промышленности или, например, те самые контрольные цифры приема считать. Он закрыт сервис, ну, доступен, не знаю, какой-то внутренней подписки к Министерству. И у них уже была когда-то математическая модель, которая была взята в Москве, разработана, фамилию говорить не буду, и она не работала. Ну, не просто не работала, она... Ну, я сам понимаю, как математик, что невозможно точно спрогнозировать контрольные цифры приема для человека. То есть, словно говоря, я не могу сказать, сколько у работников машиностроения нам понадобится в этом году, в этой точке. Ну, уж тренды можно ловить. Если посмотреть по статистическим данным, там, добавить экономику, добавить развитие промышленности, мы можем, ну, как бы тренд отследить, что здесь должно расти, здесь должно убывать, а здесь вот какая-то неожиданная эвакуация происходит, здесь вот неправильно что-то происходит. Здесь какая-то личная воля губернатора, например, она поменяла контрольные цифры, и значит, здесь надо обратить внимание. И вот она не работала, и спа к нам обратились, мы переделали, построили новую модель, уже используя, как раз там машины обучения у нас появилось, как раз что вот эти тренды угадывать. Добавили кучу экономики. Вот эта задача, она чем интересна, математика там в целом, ну, и очень сложно. Ну, вот ее количество, потому что нам нужно было, во-первых, проверить, а насколько данные Росстата, например, они вообще правильнее в каждом регионе, они вообще неправильнее, они, когда, впратительнее, насколько по каждым из параметров мы что-то можем собирать, какие данные можно выровнять, какие данные надо выбрасывать, вообще использовать, как это расчетный показатель нельзя. И гигантское количество работы, и, что интересно, в этом проекте у нас было четыре студента-бакалавриата, два магистранта, два аспиранта основная действующая сила. То есть это вот прям практический проект, который полностью, ну, прям на молодежь сделан. Можно привести пример, как собирался коллектив на одном из проекта? Ну, вот здесь вот могу рассказать. Мы когда эту задачу получили, ко мне обратились, я сначала думал, наверное, найду сейчас ребят, которые просто занимаются, и, как бы, среду их, и, ну, типа, где вы, где экономические модели. В Новосибирске, ну, типа, в институте экономики сказали нам это, мы этим заниматься не будем. Я нашел, были в Петозаводске ребята, которые делали похожие модели, ну, на очень-очень-очень низком уровне. Они, то есть, прям, как бы, они написали пару статей, какие-то там непонятные журналы, и на этом спокойно сказали, все, у нас модель есть, мы еще делать не будем. Мы ее взяли за основу, ну, там, понятно, идея-то простая, закон спроса и предложения, нам нужно понять, сколько нужно на заводах людей, и сколько по этим заводам, ну, сколько людей нужно на заводы, сколько людей уйдет с работы с завода тем или иным способом, и, ну, вот, приравнять это число, там, и сколько у вас не было будет. Это временные методы, да? Основы, да, там, там, как бы, само-то, как на режиме трендов мы делали с помощью случайного леса, ну, это, вот, да, чуть-чуть дальше логистически. Нам здесь важно было не просто использовать машинное обучение, а то, чтобы мы могли в любой момент объяснить наше решение. Потому что мы, конечно, можем, ну, как бы, тренды получать с помощью разного машинного обучения, но если мы объяснить не можем, почему здесь именно такой ответ получается, то министерство такой задачи не привлекает. И это вот, это то, что мы поняли вначале. Дальше мы подобрали несколько человек, которые были консультантами и это по теории вероятности по машинному обучению и по экономике. Они нам образовали примерно круг задач, то, что надо делать, ну, и дальше мы подобрали вот там несколько аспирантов, аспирантов, которые для этого, как бы, их аспирантов, по сути, ну, а дальше уже там гадистранты и бакалавры просто по сарфанному радио потом хорошо работает. Откуда надо. Вот так он собирался. Это, я не знаю, такой цикл из, там, десяти встреч. То есть, изначально, вот, как бы, автор публикации, которые существуют, что многие люди, ну, как управлялся сам проектом? Ну, тут вот я управлял проектом. У нас там, ну, как бы, как бы это назвать? Это что такое для agile. То есть, у нас была, как бы, доска задачи, которые я раскидывал, их контролировали консультанты, которые проверяли, что там действительно по новойке все правильно, где отчеты по каждой задачи. Дальше у нас была еженедельная, ну, еженедельный, живой встреча, когда мы там создали то, что сделаем, как продвинулся. И потом у нас добавились, ну, там, когда время проекта начало подходить, то министерство начинается, ну, началось, что вдруг не успеем. Ну, понятно, я здесь сразу скажу, но я говорю, что мы работаем с министерством промышленности. Нельзя работать напрямую с министерством промышленности. Ты, конечно, работаешь там в министерстве промышленности, государственной информационной системе промышленности, которая заказала в этой компании которая с нами по-честному министерство но принимала у нас сама министерство и вот когда эти проекты начали приближаться там каждый из этих людей все по всей этой цепочке начинал паниковать говорил давайте отчитываться и у меня какой-то момент я уже вылетел даже из этих металлов у меня просто каждую неделю по три раза я перед разными людьми рассказывал про то как мы продвинулись в нашем проекте конечно конечно по гору каждый там сейчас на второй закончен первый год сделали бакалавриат и вот вот все такое связано с ним бакалавриат специалитет магистратуру до дальше мы добавили сейчас среднее образование тренды я скоро возможно будет час 3 так ну там у них все решится если научная экспертиза мы заслушиваем критикуем заворачиваем рекомендации определяем до выпускающих на самом деле помимо стандартного набора где мы заслушиваем все дипломы где приглашаем экспертов где приглашаем континзентов потенциальных слушаем у нас в течение года еще дважды они обязаны выступить на специальном семинаре математического центра где мы тоже собираем экспертов где они сначала рассказывают про постановку задачи и эксперты оценивают вообще нормально ли это постановка задачи для диплома чтобы допустить студентов для начала этой работы и потом в конце уже где-то ближе к лету защитам и качок по практике они рассказывают о том насколько они продвинулись и опять там набор какие-то людей которые специализируются именно по этой теме например потеря вероятности мы собираем набор специалистов которые должны этот диплом послушать они одобряют или нет движения из опыта я думаю что в математическом центре экспертизы не меньше проходит там на самом деле интересно по математике у них очень сложно они сначала как бы мы им рассказали что мы собираемся делать и им говорят мы ничего не понимаем все уровни выше это хорошая математика или нет поэтому ну очень много придумали для себя же тесты может показать что это математико действительно хорошая ну то есть как бы с www.xpeng added kit approximatelychvard заль пукин level и страшно и хорошей и мы потом здавали ну то есть как бы сами себе придумали тестировать чтобы оно работало очень много замечаний было отношений по нашим коллегам которые фронта и у нас у нас на второй этап позвали поэтому я считаю проект успешным да смотрите первый этап проекта например он закончился формальному августе мы сдали и второй этап мы уже сразу сложили научились все эти стуки мы так как мы работаем 4 год практически с нуля до этого мы занимались прикладным проектом но скорее по первому типу то есть есть люди с компетентами они что-то делали заказывали а вот по второму типу мы только здесь пришли и у нас не было и учимся например на этом проекте еще один похожего типа проект ну похожего типа в том смысле что и кто-то математику на том конце не знал но проблема не было финансовым кредит на агрегатор кредитных продуктов они там ипотеки кредиты сейчас репенсии добавили и микрозайм ну то есть все кредитные какие-то такие что-то и у них была проблема они делают они делали рейтинг этих кредитных организаций и ну это проблема многих рейтингов кредитная организация которая на первом месте стоит она остается на первом месте навсегда люди которые заходят на сайт они видят в первую первую компанию в рейтинге они у нее переходят используете продукты она на первом месте зависать это с одной стороны нормально с другой стороны если ее условия действительно хуже чем 2 3 4 место то мы об этом не узнаем потому что она в рейтинге закрепляется автоматически тем что люди просто переходят по первой ссылке и нужно было разработать подход как вообще оценивать вот это что было бы если на первом месте не они стояли кто-то еще но при этом делать это как-то более-менее хорошо чтобы понять действительно кто из этих вот кредитных продуктов он действительно хорош эта задача большая часть этого математическая статистика там барковские процессы и машина обучения которая скорее просто статистику собирать чтобы понимать какие данные как там реальности распределять то есть это больше все таки чем мне очень нравится этот проект что он начали начинался как чисто прикладной мы сейчас сделаем научимся данные отдавать потом поняли что с той стороны люди вообще не понимают ничего про то что мы рассказываем того чтобы научиться на тот язык абсолютно прям переводить потому что вообще ни одного мальчика нет и и это очень интересная успешная кредитная компания неправильная теория исследовали а так они не одновременно чувствуют они понимают они как вручную тереть и составляет это жиралок это гигантское количество человека часов у них там команды с пяти человек 5 девушек сидят и вот эти рейтинги вручную там как-то раскидывают это вот это значит по ощущению мы пытались выяснить что это значит это ощущение не выяснили поэтому там была отдельная работа на то чтобы придумать как составлять вот эту оценку качества рейтинга потому что поддерживать все хорошее все значит хорошо в рейтинге это было отдельно а потом второе вот это проблема закрепления первых мест победили чем мне очень нравится что в итоге научная публикация подготовили мне там буквально вчера позавчера прислали текст работы которые на европейских конференций хотят отправить довольно интересно что получается не задача сложнее чем предыдущая а чисто в научном плане в смысле именно математики эта задача прямо на порядок со снею математики предыдущая она очень трудоемкая но довольно простая понятная математика у нас там в таком способе предложения выровняли уравнение с одной стороны статистические данные подогнали с другой но только это капец как работает эта задача не вариант было как математически подходить здесь научные руководители этого всего прокопенко евгений он кандидат по статистике как раз вот он весь процесс научный стил и у него тоже там получается один аспирантами и команда поменьше как бы ну вот тут важно что это не попроще задача в научном плане задача прямо оказалось как надо поэтому это не это публикация сейчас добрались что это действительно какое-то новое что-то получилось сделать а предыдущий там конечно нельзя опубликовать работу научный баштам я как-то научного знания много раз уж точно так а здесь я уже про каждый проект многовато стал писать но вот сейчас например идет завершение проекта это хитмап цены для застройщика проект не могу пока называть потому что проект не завершён застройщик вот он в куче регионов страны строит ему надо понимать какую цену за квадрат делать сейчас это тоже я никогда не потому что застройщик который работает куча регионов цену определяет вот так то есть не сидит человек который смотрит объявление по продаже и думает ну где-то вы должны быть похоже значит цена будет какая-то такая не очень эффективный способ как для них да и и довольно пугающий для покупателя жилья если что это прям для меня было откровение что вы просто так сделали немножко там статистике добавили тоже работа совместная теория вероятности другой товарищ и машинное обучение пара ребят из аспирантов и студентов там тоже команда довольно молодая павел сам вот вот январе защищает кандидатскую водитель с одной стороны проще задачи но здесь требовалось очень много вот этого фронта потому что у нас не было напарников которые поделали для нас код ну то есть какой-то что-то и сайт заказчик поэтому там за эти пяти студентов трое император занимались вместе и создавали красоту чтобы этот хитман просил выпить за что заказчики еще одна задача была компания отказалась это вот как раз в феврале прошлого года и поэтому компания отказалась ну то есть резко поменялись условия так сказать жизни в компании но была очень мы прошли просто несколько этапов расскажу как мы с ней работали тоже сибирский университет они запустили индивидуальную образовательную траекторию раз индивидуальная образовательная траектория там как вы понимаете расписание ну мечта например ваш университет когда тебе нужно каждого студента каждому преподавателям специально аудитории с нужным количеством нам не знаю оборудование из кучи-кучи других констрейнтов где например учитель преподаватель не может в этом из этой пары из этой аудитории в эту аудиторию просто добежать физически не констрейт добавляет очень круто все сами не хочет много было всех этих штук две недели считалось две недели считалось просто то есть как бы ты в середине августа запускаешь готова работает кто преподаватель заболевает все на этой задачи немножко ставится у нас в общем то опыт очень такой давний составление внедрение в нгу там другие организации но как-то вот это все не не реализовалась так как это должно может быть как-то математический центр может помочь нацелить на правильное направление вот внедрение наши сейчас уже разработчики как бы по моему очень полезно очень полезно и эффективно вам спасибо большое это одна из зачем я в том числе здесь вы как бы работали с людьми до которых мы более-менее знаем компетенции знаем что вы что готовы они вступиться в наших проектах прочее одной из целей того что здесь сегодня рассказать вы хотел очень чтобы мы с вами тоже начали сотрудничать и если я буду знать про то какие то вещи вы готовы делать какие проекты вы готовы вступаться нет с удовольствием буду и и про эти проекты рассказывать это вот одна из этих вещей или если у нас есть те наработки которые они привязываются он привязывается сегодня в группе из пяти человек работают на второй паре там из пяти человек завтра вообще в каком потоке то есть них вот эти плюс у них были модули вместо семестровых вот этих подработок которые мы выставляем а у них были модули например по три недели это же капец у тебя каждые три недели надо опять пересмирать это расписание и они говорят ну вот у нас как бы две недели она пересчитывается и если мы даже они использовали автопланер не понимаем и каждый раз данного запускать же надо вот эти опять две недели ждать не хочется а вроде как если у тебя расписание немножко поменялось то есть не надо заново пересчитывать а и там была идея очень далеко было до хорошо написано в это чего чего же программа то может быть и этого хватило бы чтобы она работала получше но из интересной мысли что там было там же лучше использовать и стартовая точка для лоджика она используется обычно как рандомная более-менее и мы нашли статьи сейчас идут что очень интересная затея когда ты старт для лоджика используя с помощью машин обучения и вот мы хотели вот эту чтобы туда попробовать строить это чисто интересный как и научный эксперимент для нас потому что интересно попробовать можно ли с помощью сбора статистических данных расписание она не важно насколько меняется однообразно то есть человек который не успевал за 10 минут добежать он и в следующий раз описание не успеет здесь не добежать и вот эта точка старта возможно подбирается хорошо нет не проверили ушла команду собрали начали обсуждать закончили сейчас магистрат по близкой теме сидит смотришь что можно сделать но это конечно не прикладный проект который говорил не только студентов сколько грамотных инженеров коллектив который годами заниматься значит его промышленный партнер как выращивание коллектив который не собирается на полгода я согласен и не согласен с вами одновременно для некоторых задач и несомненно это так если вы хотите не знаю довести до серийного производства какой-нибудь инженерное решение несомненно нужна инженериевая компания в которой надо работать но если мы говорим ну вот составление расписания до вузов это не решено нашей стороне задачи это правда можно было бы доделать ее да можно было бы абсолютно с вами согласен если найдется для этого потребитель тут видите она же не решается почему потому что университета не готовы за это платить например университете для этого создана структура которая называется я занимаюсь этим третий год не знаю как работать поэтому соответственно согласен должно быть так должно быть но нет вот как раз это тот самый где мы не смогли добраться вот этого готовности до выхода нашли открытый конкурс решили попробовать о чем нам давайте прямо заскочим открытый конкурс на сайте вы ожидаете причем у катера питерская который сели на дороге они уложили там с десяток задач они нашли три которые нам подходят вроде бы автоматическое определение цвета светофора машин обучения машинозрения вот такая задача новые сейсмодатчики ну то есть у них там сейсмодатчики понятно есть нужно было разработать которые меньше там не знаю вычислительной мощности или меньше там меньше времени работает я уж точно не вспомню и еще одна была оценка износа тормозного башмака там задачка статистики мы такие все подобрали у нас есть специалисты подобрали трех руководителей проектов они посмотрели выдали какое-то описание мы такие все мы готовы и отправились в Питер прям конкретно на встречу с компанией туда и у нас были мы как бы не просто даже отправились у нас были коллеги компании это инженеривная компания которая вообще занимается атомным ну как-то инструментарием для атомных электростанций они делают всякое для них и они такие нам интересно что-то еще попробовать мы с ними как раз встретились на одном из конгрессов мы говорим а мы можем математическую модель это дело давайте соберемся вместе поедем сейчас как раз нашли недвижимую компанию с которой будем сотрудничать приехали и не прошли просто потому что они говорят у вас мы очень готовы результаты мы приехали с идеей мы приехали про то что мы знаем что у нас есть инженерия компания они говорят где опытный образец когда у тебя нет документации которые тебе нужно делать это прям вообще что-то странно я потом после конкурса понял как эти конкурсы работают но когда мы туда приехали это такой как так-то гражаи да как мы вам опытный образец это сделаем если у вас документация не было они говорят ну взять документация ну там все то есть это капец с этими большими открытыми конкурсами с одной стороны можно наверное попасть но реально большинство таких конкурсов ну это не совсем ну уж я не буду и проекты вот это может и не такое дело но то что это на кого-то конкретного рассчитанным конкурса это все-таки оказался так а можно у них заскочить можно где-то ладно этапе видимо пораньше сделать пока мы не научились хотя много всего интересного есть вот еще одна задача была которой мы уже не подавались но поговорили попробовали эти как она называется ну это крас-энерго они не энергетики они же не крас-энерго там у них есть РСК это там сети отдельные там отдельные генераторы вот вот сети которые те которые занимаются передачей и вот у них проблема была вот диспетчер ну диспетчер который сидит за пульт его должен отслеживать ну где там отмечения энергии прошло не прошло и вот дёрнут дублером когда там тут есть прошло и этот человек годами ходит на работу выполняет более-менее похожий функционал можно ли определить что человек резко изменил свое поведение по этим потому что ну мало ли человеку что-то ну это же отключение электроэнергии это стратегически важная как бы штука если человеку пришли и как бы надавить на него поменять его поведение каким-то образом он может не то отключить что-нибудь и нужно отслеживать вот вот это статистические данные по человеку насколько он себя ведет хорошо интересная задача просто . что настолько можно вот это вот обыкновенность поведения это такое но тоже у них там уже у нас этот конкурс работал вот тут задача просто там есть наши коллеги московские операторы там работает рассказывает что такой проект есть это вот Кобринский там еще кто-то я уверен, что они не просто это ну как бы у них тогда без связи поэтому там вот еще МЧС Камчатского края кто-то слышал в институте математики рассказывал это коллеги ваши одномуочная группа вообще соседи коллеги ваши это где Вячеслав Расстатинович Кусяков главный вот сейчас мы для обзорную карту обновляем идея в том чтобы появился этот сервис но не где-то на Камчатке пока я когда рассказывал говорил что мы прямо МЧС будем передавать МЧС не готовы на себя какие-то IT-сервисы брать в Камчатке но у них сейчас вот есть этот университет который в Камчатске и они в том числе тоже получили приоритет и прям очень интересно развитие все что можно развивать для себя и мы надеемся что у них работает чтобы разместить непосредственно там работать ну это вот обновленная карта для сервиса Камчатского края еще один проект прям новый год вот только там в одну деле начали я не знаю знаете ли компанию старбок она делает приложение для айфонов андроидов которые позволяют карту неба посмотреть ну то есть когда смотришь она звезды определяет говорит вот это соответствие вот это вот звезда которая какая-то классно что старбок 2 но просто приложение мы все пользовались и тут эти ребята к нам обратились мы с ним поговорили это прям великолепно для нас штука что это очень популярное приложение компания сложно создать она как бы российская но нет там все русские но они все не в россии частично кто-то здесь есть ну то есть они недавно но мы с ним сотрудничаем и вот у них задача такая они хотят если вдруг пользуются этим приложением можно вот так вот на крыше поднять это все равно покажет звезды потому что там гироскоп используется гироскоп и без координата твоего телефона а это не очень хорошо когда ты можешь на стену посмотреть все равно звезды увидите они хотят в реальном времени эту маску вырезать ну то есть определять по видео или фотографии небо и в этом небе рисовать звезды ну чтобы не было вот этих наложений что ты из дома смотришь тоже задача поначалу думали да сейчас там господи что там это небо сегментировать ну нет там конечно есть очень-очень-очень хитрые штуки типа отражения в солнечных очках небо должно звезды показывать или нет ну и вот вот прямо такие штуки то есть вот ты сначала думаешь ну как бы реально там каким-нибудь стандартным трансформером машиноучения нормально все это умеет определять не там из-за вот этих вот всех деталей там сейчас надо специально это делать ну как бы целая целая работа которой вообще не представлялась в начале но прикольно что это приложение используется это можно будет прямо увидеть вот 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 у нас ну как мы с ними распланировали четырех этапов уже вот первый этап на три месяца это чисто вот это познакомиться попробовать сделать какую-то маску то есть чисто вот такой они как бы к нам примеряется нормальный заказчик что ну что можно работать это небольшой проект как обычно код таких заказчиков обычно не устраивают код забивать на более мелкие этапы и делать результаты получать большинство задач которые я здесь называю они все полгода три месяца крупные которые типа они конечно могут они могут на два года с тобой проехать заключить нормально работать с ними можно планировать но у них конкретные задачи вот если что-то такое когда ты именно вот развиваешься студентов подтягиваешь там не бывает планирование очень тяжелые части науки а ну вот про магазины троски не могут держаться обратились говорят вот у нас излишки скапливаются на складах нужно отслеживать мы говорим задавайте конечно и начали вопросы задавать какие какие вообще товары хранятся есть ли у них какие-то показатели как это все отслеживается камера есть или нет они сказали душные сильные и отправились да да слишком много вопросов задаем и таких на самом деле очень много конечно тут надо понимать я здесь какие-то отдельные примеры ставил выглядят плохо плохо не буду ждать показывал хорошие примеры но в целом где-то процентов не знаю 10 проектов срабатывает 90 ну просто либо не добираемся до начала работы либо где там еще какие-нибудь причины то есть как бы здесь очень много я там слово нетворкинг писал вот здесь очень много вот этого тебе нужно ходить каждому человеку рассказывать на каждом мероприятии который бывает рассказываешь как мы много всего делаем как мы много разных там математик уже знаем приходите к нам потом ты разговариваешь потом они отваливаются и так далее и так далее но вот с годами явно прогресс есть у нас даже по этим мелким условно мелким проектам явно набираем видимо работает радио сарафана и вообще успешно сдаем проект экран вращаться если я не могу зарядиться а микрофон будет это я переключил на камеру я просто забыл зарядить нормально все не жаловались а то я посмотрел ты разгребал красным что-то он так так вот все а ну и вот я обещал слайды про большую математическую мастерскую тут очень для нас важный проект даже касаясь прикладных исследований часто заказчики они не готовы сразу начинать работу сразу какие-то деньги предлагают серьезные они хотели бы попробовать понять что это вообще возможная задача или нет и для нас большая математическая мастерская это прям вот тот самый формат где заказчик может пробовать несколько проектов которые я здесь называл например кредитная организация или застройщик они зашли к нам именно через мастерскую они сначала со студентами попробовали какую-то задачу у них там получилось не получилось на самом деле не важно я просто к ним потом подошел и сказал давайте сейчас ребят посерьезнее подтянем и и все как бы заработал и вот большая математическая мастерская это мероприятие где вот у нас оно проходит летом всегда в июле идет с девятого в этом как бы по две с половиной недели он идет в очень интенсивном формате студенты работают над некоторыми математическими проектами тут наверно лучше все эти слова пояснить у нас там школьники студенты и преподаватели в том смысле что есть школьные проекты а теперь конкретно школьные проекты куда мы подтягиваем школьников начиная с 8 по 11 класс они за это получают какие-то баллы при поступлении на математ ну там 3 баллы ну там какое-то такое число они могут получить при поступлении на математ плюсом поэтому они с удовольствием там все участвуют и там довольно интересные проекты после которых например компания новител закинула задачку про расстановку светофоров академии навигационной системы навигационной системы да ну да школьный проект в котором куратором выступал студентом третьего курса и вот результатом этого проекта во-первых стало то что его можно сделали на работу ну навигационной навигационной это уже для него конкретный рост ну а второе что навигационной узнал что у нас все это ну можно и со студентами работать даже со школьниками ну что со студенческими проектами точно можно надеюсь они продолжат сотрудничать хотя бы составляющим да вообще поэтому у нас есть школьники студенты классические стандартные наборы проектов у нас там есть пополам где-то ну не пополам процентов 60-70 это чисто фундаментальные проекты которые подают математики из разных там и Москва и Питер ну и прямо вот математические проекты в первой мастерской вместе кураторами были на одном из проектов там есть всегда заказчик иногда это просто довольно формальное лицо это человек который эти исследования проводит делает и он заказчик такой знаете я хочу студентов но как бы все равно он есть все равно студенты должны ощущать то что как бы они делают не просто так они делают для кого-то они делают вот для вот этого человека для вот этой научной группы что-то и если лица заказчика нет то тогда это учебный проект а нам хочется всегда чтобы получалось что-то ну вот такое выходом и есть ну понятно прям вот как есть контрупотребление приведу к примеру вот была задача в одном из первых в Овергрове в компании они томаты выращивают и не хотят приходить когда выращивают томаты им нужна автоматическая система полива ухаживания за томатами а для этого нужна математическая модель выращивания томата и вот задача которая была на математическом мастерстве это вот математическая модель обращивания томатов шикарная штука они возили студентов ну как на фермах показывали томаты но сама задача чисто вышла математическая мы с ними даже там сотрудничали но потом сама компания мне кажется перешла куда-то в другие в области там а то есть там да это в общем вот дальше кураторы кураторы это те люди которые все две недели вот этой активной работой сопровождают саму работу студентов или школьников в зависимости от этого куратора сидят обычно молодой исследователь либо аспирант либо недавний кандидат потому что у него есть две недели чтобы как бы вот прям сидеть со студентами с утра до вечера и да вот например про результаты этого года да что там интенсивный формат я сейчас покажу математические проекты мы очень широко понимаем там главное ну как вы знаете связь с математикой должна ощущаться то есть задача по машинному обучению полностью там робототехнику у нас была и прочие задачи они все вот как бы отлично заходят в математическое мастерство у нас студенты ощущали вот эту связь какую-то в этом году вот у нас уже в четырех мастеретах одна одновременно шла немножко разные подходы у каждого университета если там например у нас проект ну у нас большой у нас 28 проектов было ой нет 20 да 28 проектов у нас точно у нас есть и разных проектов в ТГУ например там чисто фундаментально они в основном украинцы собрались там четыре проекта провели Адыгея они первый раз попробовали себя у них вообще были такие типа нам в университете не хватает цифровой системы чего-нибудь нам нужно библиотеку привести ну вот тоже начали потом возможно делать а вот ТГУ в этом году попробовал проект проектный подход они собрали конкретных индустриальных заказчиков взяли с них немного денег и сказали мы для вас сделаем сделаем какой-то начальный продукт который покажет вообще работает все-таки польза или нет нам пока я не знаю насколько они успешно прошли в итоге они говорят успешно это надо разбирать конкретно под дейсом но сам подход очень нравится мы в этом году в мастерской тоже планируем такое делать я буду отвечать в направлении когда мы индустриальных партнеров потянем и попробуем решать конкретные задачи ну может за небольшой денег хотелось бы условно спонсорских денег получить для себя мастерскую потому что он достаточно дорогой чтобы вы понимали я только просто покажу этот слайд интенсивный формат это вот такое они каждое утро с 10 ну на самом деле здесь вот стоит до 7 ну вообще там часов до 8 до 9 они каждый день вот 6-7 дней в неделю студенты или школьники работают это прям вот такая штука я просто слайд использовал для того чтобы показать что это действительно интенсивный формат и вот для чего она и нам и остальные мы всем нужна вообще мастерская и я вас почему-то и рассказываю призываю участвовать как отправлять своими бюраторами к нам молодежь подавать проекты ну или вообще может быть помочь нам если у нас индустриальные партнеры с чем-то похожими свяжутся так вот студенты они могут себя попробовать в научной или другой в какой-то сфере научного руководителя найти у меня так вот несколько студентов сейчас специализируется как раз после мастерской первую публикацию написать можно у меня тоже даже по результатам я про тебя могу просто говорить у меня был проект по логике они вот сдали публикацию вот это вот эти проект по логике дайте будущую работу я уже тебе рассказывал ну исследователям это очень хорошо работает ты всегда можешь найти себе людей которые ему были заинтересованы или понять что они не заинтересованы и распросятся с ним всего за две недели найти применение своим исследованием это вот например финансыру которые зашли к нам они мы со студентами попробовали сначала с помощью машинного обучения вот эти вот грейтинге составляет не работать просто с помощью машинного обучения там мы выяснили что нужна прям нормальная как бы экскурс в теории вероятности там прям нормальная математика нужна и просто студентами мы сейчас типа автоэмэль запустим и все будет хорошо мне работать и поэтому там у Евгения Прокопенко новая тема для исследований появилась там может и дальше кто пойдет ну заказчики вот эти быстрые эксперименты мы попробовали поняли мы теперь прям будем активно это использовать как какой-нибудь знаете дешевый способ проверить да свою гипотезу он рабочий студенты потыкаются какого-нибудь нормального куратора если посадить там можно прям получать нормальные идеи ну а для нас это конечно найти новых людей большинство проектов в которых не участвует молодежь она так или иначе с мастерской связана оттуда я нахожу людей которые готовы руками что-то делать и думать про то что можно ну и как бы чтобы не может фоток закончить на этой волне это вот фотографии как раз с последнего года с работы мастерской это вот какая-то работа над проектами обсуждение студентов прямо университете все проходит испытание кстати до суровых если знаете университете не работает в новом корпусе вентиляция поэтому как бы две недели вот там студенты сидят с утра до вечера это прям вот как надо она не работает или просто нет я честно говоря не знаю то ли ее просто не доделали туда сразу но в общем летом там прям вот как надо мобильные кондиционеры для научной конференции это как бы ну и мы купили знаете кондиционеры это ну прям учебные классы когда солнце светит сетябрь и уже начиная с не это лично это они докладывают да 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 вообщем два проекта например это пленар это доклады промежуточные результаты первый проект это обучение ну то есть там задача изначально такая есть набор дронов роботов на самом деле которые ездят по складу ими нужно управлять удаленно это то что примерно делает Amazon только на каком то более низком уровне и хотелось научиться управлять этим каждым использовать ну какой-то либо роевой по каким-то причинам не подошел лучше я не помню почему какие-то такие подходы и они использовали модель обучения которые с подкреплением для того чтобы один следовал за каким-то там другим чтобы они цепи вот эти научились устраивать роботы чтобы переводить ну он конечно не закончен проект но студенты глупо участие сделали роботов в конце там конкретную модель физическую издевали этого робота который ездил обучался а второй проект тоже выступление было это определение истинности авторства Евгения Анигина известная относительно известная я не знал до этого что последний глава Евгения Анигин вроде написана не Пушкина известный миф в комментариях среде и вот нужно было проверить использовать распределение по словам распределение и подбор правда или нет по нашему мнению по результату проекта правда Пушкин но может он очень хорошо кто-то эмулировал у нас там есть большие какие-то там мероприятия которые объединяют людей какие-то квизы я говорю до Пушкина до Пушкина до Пушкина это я тоже вообще никогда не слышал вот это вот тут есть просто на этой фотографии поэтому проект у нас был «Сложность карточных игр» ну реально не просто карточных есть такая как-то игра «Hardstone» ну как бы пытались понять вычислительную сложность насколько сложно ботов делать ну прям начали с обычного ритмической сложности доказали там НП а потом НПСП с некоторых подходов ну что достаточно сложная игра ну а просто современная нормальная игра а это распечатная версия выглядит как будто мы просто играем но не просто играем на этом мероприятии ну и все на этом слайде и закончу это вот участники давайте пообсуждаем чего обсуждать вопрос насчет проект проект я понимаю что частично достигается еще разобиение на маленькие этапы мастерская в частности один из этих этапов что-то еще может быть есть? есть разные подходы когда у нас есть вот эти большие проекты да то есть когда там условно там там менеджмент рисков осуществляется в том числе в том числе их стороны они конкретно прописывают все шаги в сторону все что может пойти не так сколько человек ну то есть и отслеживают ну и они используют собственные трекеры например для нашей работы чтобы у нас никто никуда не пропадал а вот в этих проектах которые ну такие более где нет понимания на той стороны что мы должны как делать там обычно все как привлечение во-первых консультантов закрываются то есть когда ну то есть либо у тебя сразу человек работает с той задачей которую он умеет делать то есть например по теории вероятности тот же Евгений Прокопенко он знает сколько времени это займет мы можем это проговаривать и заказчикам в том числе поэтому этапы да можем прописать в тех же случаях когда нет задачи там мы сразу по-честному говорим у нас да будет первый этап аналитика мы с вами сейчас ребята вообще поймем это можно делать нет возьмем на это месяц ничего не обещаем заплатите нам денег вот сейчас начал работать не все проекты на это соглашаются но вот сейчас уже нормально недавно был проект вообще абсолютное удивление было ну они обратились вот как раз эти с торгов ну типа можете поработать а потом они предложили оплатить нам время на обдумание какой команде нам понадобится то есть это как бы вообще какой-то уровень которых я никогда еще не встречал чтобы они предложили оплатить нам работу по придумыванию проекта вот но обычно не так но первый этап сейчас более-менее что ты говоришь аналитику мы с вами ребята научную задачу решаем поэтому обещать не можем ну как в правах разумного что-то сделаем ну вот скажем об этом через месяц это нормально ну а дальше уже какие этапы да прописываются с газетной оплаты о не ну как ну вот они как раз вот это что за проекты это есть по сути это первоначальная тез они за эти предложения не стали это как-то ну это не очень бизнесовой выкладывается не очень красиво выглядел поэтому не стали но вот с ними зато отлично работаем сразу показались с хорошей стороны те и другие с ТЗ тоже интересно есть задачи в которых ТЗ очень сложно написать ранее то есть есть хорошие плоды опять вот эти хорошие проекты да по Ростатам которые тебе сразу за ТЗ прислали ты его одобрил или я одобрил не берешь с этого или коабейтер делает все точно в этих задачах ТЗ обычно не напишешь сразу можно провести исследование вообще да то есть поэтому тебе нужен первый этап в котором ты ну как бы поймешь что задачи будете делать какие технические характеристики вот тот же Starbuck они как бы идея-то есть но мы спрашиваем сколько метрики какие-нибудь есть и какое число-то нам поставить как точно это масло должно считаться сколько времени это должно работать они говорят хорошо ну она должна считаться хорошо а ну вот и сами там придумайте какие метрики и что вот это все и поэтому конечно ТЗ в начале не напишешь там нужно вот это время проработка поэтому да вот этот риск всегда есть мы как бы можем выдать не то что им нравится поэтому нам сейчас стараемся вот это ограничить отдельно а кто обычно руководитель проекта по какому принципу они определяются потому что ведь не всегда нам нужно руководить руководитель проекта с точки зрения ну да это точно так вот эти проекты которые здесь я рассказывал в основном там в трех проектах там я руководитель ну потому что я могу нормально представить результаты там особенно тот самый непонятный когда там математики вообще не понимают с той стороны люди их нельзя просто графиком сразу статистики напугать и поэтому у нас там целые этапы у нас есть научный руководитель он составляет отчет для меня сначала презентацию я ее смотрю мы ее обсуждаем превращаем в ту презентацию которую можно показать заказчику дальше ну и вот здесь я вот это руководство действительно осуществляю мне нужно это делать например с застройщиком там научный руководитель совпадает с реальным менеджером потому что там нормальный заказчик может понять они отлично делают общий язык то есть обычно как я выхожу к руководителям на первые несколько встреч понимаю что вообще нужен этому процессу сопровождение или нет если сопровождение нужно я как бы подключаюсь только на какие-то ключевые точки вот такая ну вот сейчас тебя мало ой это капец да это как планировать это это очень сложно планировать мы надеялись что инженеры вот у нас сейчас ну тоже инженерная школа они на самом деле изначальная идея у них ровно такая и была то есть мы когда инженерная школа собиралась у нас там было как раз вот эти ребята которые инженерия плюс наука могут все вот это вот разговаривать и действительно многие из них очень хорошие могут и поэтому нашлись и работу где-то прекрасно вот то есть есть эта проблема что те ребята которые могут они переходят как раз реально в рынке центр коинс компании и прекрасно там работают что чтобы здесь оставаться это требует не 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 все очень бакалавриат сперва просто параллельно 2 1 вообще ребят их там из 40 до 18 17 и они все там конечно прям как надо работать с многими из них по проектам сотрудничал тяжело проблему с кадрами просто капец не хватает не хватает не только вот это руководство не хватает этих рабочих рук которые готовы подхватывать то есть руководителя научно очень можно найти то ему команду очень сложно собрать хорошо если у руководителя сразу есть набор студентов которые все это будут делать это не так чаще его и все и мы утыкаемся просто ограничено число проектов у студентов есть которые готовы что-то руками на память поделать руками тяжело это прям большая проблема студенты очень-очень хорошо получают за участие в таких проектах видите тут у ты не можешь потока проектов у нас нет чтобы я сказал что если как у тебя есть например лаборатория подстанно решает это чем у них есть проектами плюс они подают гранты и за них там что-то выживают еще что-то добавляют то есть они у них есть компетенция вокруг которой они работают машины обучения и вот вокруг него они получают проект решают как позволяет а у меня временные коррективы я не могу как бы человека на работу взять у меня нет вот такой базовый деятельность что-то есть в этом проблема с одной стороны мне это очень нравится что я разные вещи сам пробую и разных математиков подтягиваю разных специалистов но с другой стороны да есть там проблема что нельзя обеспечить вот это базовый функционер мы работаем не смехматом работаем всем людьми кого знаем больше так то есть если как вы если есть с кем работать на фича мы готовы вообще со студентами матом и что же не работаем со всеми потому что не могу просто студенты проект это же сильно лотерея это же прям вообще он пролетит а мы потом так пролетим что я не готов там нужен студент который уже знаешь например по мастерской узнаем и привлекаем а так просто ну надо ли рекомендацию как решается там очень по-разному был проект например по в кирпе или фонера это оптимизационная задача на самом деле надо было уменьшить количество обрезков куска фонеры когда ты делаешь были зарубежные аналоги программы они закрывали тоже и вот стали у меня если вы про публикацию для публикации под ссылка на мастерскую ставится ну как наград то есть обычная мастерскую патентов никакой у нас было три патента а три патента они ингушные но и тут видите там и не было проблемы что там был кто-то мизингу там были ребята ингушные все то есть как бы там нормально сошлось будет такая будем решать пока не спасибо большое за слово пошли к нам потому что но это вот я бы назвал я в этот ручеек конечно не назвал вообще не так есть я просто попал так или иначе некоторые наборы ассоциаций которые включают владельцев бизнеса и там они друг друга могут спрашивать то есть например у нас там вот сколько вы там нас ребята обучались мы оттуда знаем несколько владельцев среднего бизнеса и мы говорим вот мы вышла знаете давайте вот чё-то я не запускаю на них смотрят нет еще не запускают это один из способов второй там консибирске во всех там акселератор где появлялись которые тоже сидят вот им рассказываешь у нас есть такие проекты и оттуда что-то сейчас пошло это вот такие направления ассоциации каких-то людей может попасть и тогда они тебя поверят очень много общения не профессиональный даже то есть да да это очень много общения специальных мероприятиях и я уже в какой-то момент мне кажется срабатывать начинает то есть мы работаем с этим сколько четвертый год там три года и у меня было золотые результаты коллективно чтобы знаете чтобы грязь такое пошло и ну я я даже не назовешь системно все равно то есть какой ну там более холодный вот эти вот как называется когда ты приобрели пишешь компания холодная не работает вообще взяли прям 100 лучших компаний россии взяли написали всем письмо давайте ты ответил стын и спал сразу условия все то есть это прям все 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 на человеке зависит зависает то есть ты человек поговорил он там уже с тем познакомом когда это срабатывает а вот это вот холодный этот обзор я знаю дешевых петельский политех но петельский политех сейчас эти плавные машины в обучении в россии барахов они при этом не кажется они просто когда ты это сами сказали они там года три четыре пять назад сказали мы главный в россии поисковскому интеллекту и повторяли эти пять лет это как вот 101 позиции да 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 очень много повторяли к ним начали обращаться и сейчас у них вот уже вот этот прям ну то есть если я говорю про 20-30 они говорят про там два-три миллиарда я вот был на как раз отчетном мероприятия двух центрах научных набора центров научных центров мирового машины обучения мы как бы собираем одни специалистов всех всех мастей со всей страны и не только и вот вокруг этого крутимся шикарно работает в плане успешности тут я уж не буду говорить насколько они действительно самые лучшие специалисты в россии но как всегда подали они хорошо то что сейчас они авторы сертификации по искусственному делу то есть они гост по машинному обучению в россии они уже там как бы там они ну то есть как вы Если бы про успешность, индустриализацию, эти ребята точно самые в России, самые большие и помощные центры. Именно индустриализация, чтобы решение индустриальной задачи. У нас здесь таких центров нет, мы не можем сфиксировать. А как вообще это открыть? Не знаю. Создать! Сейчас большой спрос на это. Раз нет, значит точно не создать. Может правда нужно как-то делать, про это написать сделать. То есть из банковской сверху приходили, им сейчас сертификацию придут по новому закону. Ну вот там уже. А потом Амироника еще не помню тут подходил. То есть их это запросит прям позднее. Ощущение, что это золотое же было. Звучит то да, может правду надо. Ну что он пойдет? Не знаю. А извините, а те центры мы и у нас? Я что-то слышал, так что. Центры есть? Да. Я вижу, что там вреди сейчас очень активность. А ну ты занимаешься. Нет, так они подали же заявку, да? Да, я думал. Ну, пока они подали. Ну, пока они подали. А еще не объявляли. Бывает ли, что к вам заказчик вращается, а для того, чтобы реализовать то, что он хочет, нужно на специализированная математика или очень особый алгоритм или какое-то особое железо, ну в общем что-то такое. Например, те компетенции, которых у вас нет, да, но обращаетесь ли вы тогда к сторонним как-то организациям, в том числе институтам, чтобы все-таки сделать это, сообщать? Очень хотим, чтобы это было как-то системно, пока, ну вот у нас была, например, задачка про лопасти газотурбиновые. То есть вот пришла она, они говорят, нам нужно пробегнуть, пробегнуть, что прочность, ну, математическую модель вот эта вот износ, ее там составить, все такое. И в институте математики был, есть специалист, который кипелизм математики занимается, он занят. Ну, типа, все, я там, ближайший год, ну, куда это не возьмусь. А это достаточно объемная задача. И мы начали смотреть по вокруг, что было. Ну, это еще я вот не был как-то завестительным директором, но мы прям, пусть всегда, полностью. Но вот я знаю, что начали смотреть эти дела, обратились какие-то институты, просто не знаю точно куда. Причем начали чуть ли не с этой, с Гидро, такое института. И там как-то все это отвечали, там, во-первых, вот как бы непонятно, как делить деньги, начинается там разговоры, скажем. Вот, кто, да, как, то есть, например, вот коллеги, которые из ММГ у нас сейчас работают, там уже очень сложно, как бы мы не можем, как бы они в институте в одном работают, у нас работают в проекте, поэтому их надо на совместительство брать в университет, а получается институт тогда не получает какие-то деньги. Ну, то есть, вот начинается вот эта проблема, что с грантами очень тяжелая. Но если проект чисто внешний, внешняя оплата чисто внешне, это рабочая схема, и мы с удовольствием так сделали, нам нужно знать проект, видите. То есть, главная проблема у нас отсутствует, как это назвать? Банк компетенции института у вас пока нет. О, банк компетенции, давайте. Он есть какой-то такой, видите, я могу гуглить, я могу собрать, там, например, вот был у нас проект даже студенческий, со скопус мы выкачали, и я, грубо говоря, мы планово сидишь, туда и публикация, там, да, где? Когда-то, там, пару лет назад. Ну, это же не компетенция, я не могу просто фамилия, стадия. То есть, я могу примерно понять, кто, ну, что этим у нас занимаются, но с человеком работать тяжеловато. Тут все-таки проекты надо, чтобы человек готов был включаться, готов был этим заниматься, и вот этого не хватает, не хватает вот этого, да. Карта компетенции подтвержден, да, людьми, которые хотели бы этим делать. То есть, это добровольно должно быть. Не-не, в смысле, я могу узнать, что этим занимаются. Это не значит, что они со мной займутся проектом. Это очень большая проблема, что люди, на самом деле, те, кто занимается элементальным исследованием, ну, любыми, на самом деле, исследованиями, заниматься, ну, интереснее, часто. То есть, если специалист достаточно... Вот молодые специалисты, они с интересом прикладные проекты подгружаются, там и деньги приятные, и все. А когда специалист уже более-менее устраившийся, он, во-первых, у него с финансами как-то вопрос решен лучше, чем у студентов, ну, молодых. И, во-вторых, ему не интересно заниматься не тем, чем ему интересно заниматься, вот так я скажу. То есть, он же привык уже, вот он занимается чем-то 20 лет, а тут я как бы прошу что-то еще поделать. Это довольно скучно часто делать, ну, потому что это не фронтир науки. И все, это прям, ну, проблема. То есть, я не могу... Человек, я, наверное, человек из десятков статей по этой теме, это не значит, что этот человек будет самодоработать. Скорее всего, не будет работать со мной, этот человек, я вот так даже сказал. Да, да. И это, правда, в статье писать будет. Вот, да. Да, да. То есть, эта проблема не только мы используем в смазке. Нет, это сегодня, когда ведут тепловые работы, они как-то ориентированные по тому, чтобы работать не трогать. Я не уверен, пожалуйста. Причем, видите, ну, не, есть так, ну, вот у меня, у меня пять дипломников, и, ну, я вот занимаюсь проектами. Это вроде работает, но при этом я могу куча людей назвать, чтобы куча дипломников и не возьмутся. Это прям вот, вот, верят. И, реально, я думал, эта проблема, ну, связана с тем, что мы фундаментальный институт, что у нас вот прямо вот так вот. Но я был на подобном заседании, ну, тоже обсуждении индустриальных партнеров, фотонике. Та же самая проблема. Ровно та же проблема. Люди делают лазеры, но они не хотят делать лазер на заказ, потому что они скучны. Они не публикации, они нельзя сделать. Они хотят делать лазеры, которые, как бы, вот, ну, можно опубликовать. Игранты на фонтации. То есть, это прям, вот, как бы, общая проблема, как людей, вот, вот, мотивирует вообще с двумя. Ну, деньги, более-менее, работают, но тоже. Ограниченные, может, сколько угодно. Но, да, в целом, важно, если институты есть сертифика... Я заторжусь посторонним, да. Да, да. Он центр, он может быть, посредником и переводчиком? Да, да, я прямо, вообще, хотел бы включить сеть. У нас очень, у нас, во-первых, не хватает, ну, вот, именно специалистов в программировании именно. То есть, у нас есть вот эти, по машинному обучению, понятно, ребята. у нас есть ребята по оптимизации но вот когда тебе нужно код оптимизировать уже готовые этого у нас у кого нету и я даже не знаю непонятно не нужно таблицу то есть это вроде все они не так работает что ты типа запомните может я первый этапа каких-то людей с которым можно поговорить интересно обычно все передачи передачи что говорят просто хотели честно я вообще не знаю что будет завтра то есть кто какой проект придет еще мне бы хорошо наоборот понимать что я могу предлагать что я могу предлагать это пример реализованных проектов очень классно если от вас можно получить но человек и реализованный проект что такое мы делали и я тогда там я этот список составляем список побольше сделаю показывать не то есть мы чуть-чуть вроде ползем вверх но не сильно то есть там как бы 20 не так чтобы прежде всего 16 в смысле у вас же 16 да сейчас 30 это вроде ничего больше тревоги я не знаю сложный день непонятно ну наверно не сложновато мне в этом плане все знаете я понимаю что проект у нас стало побольше группах расширился по деньгам не всегда они больше становятся тут же вот эти деньги они очень там бывают один проект сатана пришел он большой там большая команда не делал бывает не пришел вот эти мелкие добиваем будет те же деньги но работа совсем так это сложновато рассуждать растем и ходе до большими шагами больших процентов они все забирают коллеги у онлайн участников есть вопросы замечательные учебники интересные деятельности и масштаб хорошей и на пользу вообще становлению сообщества научного ясничного потому что все ребята которые прошли через это как мы видим находятся и место в жизни легко и успешно и даже то что они не остаются в проекте надолго они все равно принесут пользу общество стране и если постарались это уже вообще прекрасно это прям вот перекрыт на те кого мы можем убежать проектами ну там в научной деятельности это тоже очень важно то есть особенно ребята которые машинного учения занимаются лишь капец соблазу то есть вот и они те кто остается в университете мне кажется есть смысл жить взаимодействовать общаться решать совместные проекты которые требуют совместных компетенций действительно у нас тут тоже есть какие-то такие задачи которые хороши я пока не готов заменить себя так сказать искусством интеллектом давайте сколько слове подождем все профессии так или иначе там потихоньку меня давайте что-то есть математические центры те и другие один и тот же он на базе двух организаций поэтому есть один в институте математики есть один университете на самом деле один у нас как бы разделенные показатели но мы все равно один один отдельная юридически но это все в институте математики есть один университет по летней школе мастерской там получается пересекается вас в школе вы используете ваша мастерская летняя школа мы заканчиваем в тот момент заканчивается летняя школа там иначе селить нет и люди часто одни и те же да есть школьники заряжены которые все проходит они летнюю школу мастерскую все чего вы получают проекте сейчас я еще здесь почему-то рассказываю сначала в проекте откроются для проекта то есть мы будем набирать заявки на и задачка решаться 1 апреля по моему завершается набор проектов и где-то начнется с 1 апреля по моему готовить проект переписать превратите такой интересный мая открывается тоже проблема уже надо думать про всякое такое но раньше ну иначе нам уже проект надо еще до начала года начинает собирать это тоже люди просто не напишут проект потому что мы 1 февраля начинаем грубо говоря в апреле заканчиваем в апреле пишутся там 95 процентов придут в последний день или день после классика всех таких штук но если не открытых сейчас то люди не начнут об этом думать тем более сейчас мы что мы не стояли партнеры хотим побольше потянуть это сложновато если заранее начать делать такая пересекательность ну да давайте я длительный час Спасибо.